Всех поздравим, конечно, с рождественским постом, с началом рождественского поста и пожелаем доброго, хорошего духовного пути к Рождеству. Здравствуйте. Продолжим нашу беседу по поводу истории Русской Православной Церкви, ну и вообще истории Руси Древней, и попытаемся дойти какими-то силами нашими до современных времен, может быть. Хотелось бы немножко акцентировать внимание на паре моментов, которые мы в прошлой беседе коснулись, но не акцентировали на них внимание. Дело в том, что вот так вот сравнивая вот эти политические и церковные события, мы вот как-то находим интересные такие вещи, о которых, в общем-то, можно бы и сказать. Я думаю, это будет интересно. Я думаю, начну даже от конца попробую. Вот смотрите, мы в прошлый раз беседовали про митрополита Петра, святителя, московского святителя. То есть это первый такой митрополит, который вот в Москве считается таким даже, ну, святым и так далее. Заслуженно считается, великая личность. И мы рассказывали о том, как он вот, ну, покинул всей брендный мир. Да, 26-й год, подготовка к погребению. Мы не претендуем ни на какие там исторические открытия, нет, упаси Бог. Но вот интересно было вот проверить, просто чисто акцентировать внимание на хронологии. Посмотрите, значит, в декабре 1326 года митрополит Петр умирает, значит, и в апреле 1327 года хан Узбек после смерти митрополита Петра присылает свою миссию Баскака Щелкана на Тверь, потому что Тверь был, Тверской князь был великим князем. В то время он имел... Он решил самого главного князя. И он присылает Узбек на Тверь буквально сразу после смерти митрополита Петра. После этого начинается там Тверское восстание против исламизации, потому что миссия этого Щелкана была направлена на то, чтобы... Можно упомянуть еще... Исламизировать. Да, вот как представить себе, как идет ислам и как идет христианство. Христианство, оно идет с помощью проповедей, чтения Священного Писания и покровительства властей. Ислам же невозможно было проповедовать просто так на Руси. Ни Коран не был переведен на русский язык, ни на славянский. Ну, как можно без Корана, да, проповедовать ислам. Ни проповедников из Аравии было невозможно привести. И поэтому по требованию хана ислам должен был принять князь и княжеский двор. А уже потом его подданные должны были принять исламскую веру. Хитро. Вот понимаете, вот нет Корана на славянском языке. Как людям объяснить вообще, о чем идет речь? А простым людям вообще никак не объяснить. А на славянском языке это уже все было, я имею в виду, из христианских писаний. А здесь вот очень сложный момент. И поэтому именно дождавшись смерти митрополита Петра, он, видимо, заранее это задумал, может быть, уже за несколько лет. Мы знаем его попытки исламизации Кавказа, которые он где-то более успешно, где-то менее успешно на Северном Кавказе тоже проводил. Но вот попытка с Тверью именно после смерти митрополита Петра. Да, это очень интересно. Это говорит о том, что митрополит Петр очень почитался в самом сарае. Вот. На берегу столицы. Почему я и начал с конца. Да. А теперь, да, действительно, он пользовался огромным уважением. Вы посмотрите. И боялись, что Петр будет против и на этом кончится все. А как раз получилось так, что Феогноста следующего митрополита еще не было. Его не рукоположили еще даже, еще даже не выбрали. А об этом речи не шло. А этот умер. И появляется перерыв несколько. В чем вот как раз слабость такая вот иерархическая. В исламе все очень просто. Избрали, собрались, избрали имама какого-то. Вот тебе, пожалуйста. Он будет в мечети, там станет впереди и будет читать молитву. А здесь надо посылать в Константинополь, чтобы выбрать, чтобы утвердили. Это все продолжалось несколько лет. И вот желая воспользоваться этим между митрополичеством, он и послал такую исламскую миссию. Причем не во Владимир, не в Москву, не в Суздаль, а в Тверь. Там, где был великий князь в это время. Ну, здесь нужно тоже упомянуть, что Тверь это такое было место, которое все пыталось в этот момент возвыситься. Да, мы об этом говорили. Давайте повторяйте. Значит, это было время как раз борьбы между Москвой и Тверью. Большой борьбы. После восстания. Причем, интересно, борьбы за Владимирское Великое Княжество. Да, Владимирское Великое Княжество. Ну, после этого, значит, в Твери вспыхнуло восстание. И вот это восстание, в принципе, спасло Русь, в общем-то, от исламизации. Да, дело в том, что просто поняли, что нет такой возможности, ресурсов для исламизации, и что сопротивление будет настолько сильным, что овчинка выделки не стоит. И я думаю, он, ну, как бы другие внутренние какие-то орды проблемы, он, наверное, отложил, как бы подумал, ну, потом попозже. А потом уже вспомнили и не хотели уже особо с этим... Ну, не будем гадать на кофейной кущей. Да, гадать не будем, но мы, видите, мы не гадаем, мы сопоставляем с хронологией. Да, с годами жизни. С хронологией. И вот это сопоставление хронологией вот наводит на такие логические мысли. Значит, надо теперь понять, еще раз вернуться к тому, о чем мы с Кользом прошли, и все-таки хронологически понять, как Петр возымел вот это такое влияние на Узбека, и как Петр, почему его симпатия перешла именно к московскому князю Юрию Даниловичу. Вот тогда вернемся немножко еще о том, что мы уже рассказывали все-таки, и акцентируем на паре моментов еще. Да, встреча первая. Стоп, 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 можно я прям буквально... Смотрите, в 1305-й год, в 1303-м умирает Даниил Московский, значит, и наследником его становится Юрий Данилович, старший сын. Значит, и очень сильная, вообще-то, у них была братская такая связка Юрий, Афанасий и Иван Даниловичи. Три брата, которые действовали в сильной связке. Это не просто так, это тоже сыграло большую роль в усилении вот этих вот московских князей. Значит, второе. В 1305-м году Тверь наносит первый удар по Москве. Военный удар. Да, да, уже пошли. Военный удар. И вот эти вот военные удары в 1305-м и 1308-м году Михаил Александрович Тверской, он просто громит этого Юрия Даниловича. Вот смотрите, они никакой... И Юрий Данилович практически, можно сказать, утирается. И вот в 1309-м году приходит митрополит Петр, а в 1313-м, когда умирает хан Тохта, и после него приходит узбек, митрополит Петр путешествует в Орду и имеет там огромный авторитет и вес. И после этого, после 1313-го года, московский князь Юрий Данилович, даже после проигрышей тому же Михаилу Тверскому, он ведет себя очень резко и, скажем так, нагло. Он пользуется поддержкой Петра и Новгорода, Великого Новгорода. И вот эти четыре года, с 1309-го по 1313-м, наверное, что-то произошло. Несомненно. Ну, во-первых, что произошло? Вы правильно заметили, что митрополит Петр был очень серьезно принят ханом и имел очень большой авторитет. В этот момент как раз были очень такие серьезные политические взаимоотношения, оказывается, между Золотой Ордой и Византией. И Петр воспринимался как посланник греков. То есть, это был греческий посол. Мало что он был митрополит киевский, да, и всея Руси. Он еще был и послом Константинопольского императора. И это сыграло тоже большую роль в его особом, ну, таком встрече его. Знаете, как одно дело, как там периферийный митрополит, а другой дипломат Великой Империи. Как раз в этот момент это было для Тохты еще, да, для Узбека уже, уже было важно. И Узбек, я думаю, я думаю, не сомневаюсь даже в этом, что идею... Узбек не только народился, он не пришел с младенчества к власти, он был уже взрослый состоявшийся человек. И он имел мысли по поводу ислама. И я думаю, у них, наверное, как с митрополитом состоялся разговор на эту тему. Или просто Петр почувствовал, увидел желание хана. И в его голове зародилась мысль о том, что может произойти вот такая попытка исламизации. И, возвратившись из этих дальних пределов, происходит встреча митрополита Петра с Калитой. Не с Калитой, с Юрием Даниловичем. Да, еще с отцом, получается. Со старшим братом Юрий Данилович, Афанасий Данилович, не кладший брат Иван Данилович. И, скорее всего, что, наверное, нет, я помню из двух источников, там, скорее, и тот, наверное, и другой присутствовал. Может быть, даже они были все вместе, все братья. А я про что говорю, там мощная братская связка такая, три брата. И в разговоре сами московские князья выражают опасения у исламизации, потому что они ездили тоже все в Орду. Они все были в Орде по поводу вот этого великого княжения. И, видимо, это, несомненно, попало на уши митрополиту, на сердце его, на его мысли. И с этого момента митрополит Петр во всем поддерживает Москву против Твери, против Тверского князя. Во всех вот этих бесконечных гражданских войн, во всех кровопролитиях, во всех грабежах, там, что бы ни было, оправдывается московский князь и порицается Тверского князя. Несмотря на то, что тот выигрывал сражение. Да, несмотря на то, что тот побеждал, все равно митрополит принимал сторону московских князей. И он тогда уже прозрел и видел это, что Москва станет центром сопротивления исламизации всего русского государства. И главное объединение. И главное объединение, да. И поэтому так и получилось, что его последние годы жизни, еще раз подтверждают нам, что он избрал Москву для себя, тем, что построил себе погребение в соборе. Но здесь еще один есть очень-очень важный факт. Это взаимоотношения с Великим Новгородом. Где был Афанасий, брат, тоже в московской крепкой связке, Афанасий Данилович, который сделал ход конем. Очень хитрый ход конем сделал. Дело в том, что в то же самое время, когда было восшествие митрополита Петра и его начало действий на Руси, в это же время, в Новгороде, 5 июня 1308 года, был избран на местную... Новгородцы всегда избирали своих архиереев и всегда пытались, даже когда им отказывали митрополиты, пытались все равно своего собственного избрать. Чтобы был их земляк или, по крайней мере, человек, который в Новгороде прижился. Избрание его произошло методом жеребьевки. То есть, на престол положили три имени. И из этих вот трех имен, там один вынули жеребий. И выпало от жеребий на быть епископом Давидом. И вот в 1309 году митрополитом Петром он возводится на престол. И все источники как один подтверждают. Говорят многое. Многое говорят. Говорят о том, что в его эпоху пришлось много пожаров в Новгороде. Бесконечно горел этот деревянный Новгород. Это архиепископ в Новгороде. Да, архиепископ Давид. Он сразу был рукоположен в епископы с возведением. Это несложно. Там выводят до середины храма и читают молитву. Возводят в санархиепископа. Может, сейчас на трон посаждают какой, не знаю. Но все это в разные времена по-разному делалось. И его описание говорят о том, что он вечно восстанавливал этот сгоревший Новгород. Два сильнейших пожара при нем было. Но самое главное, о чем говорят буквально все летописи и все известные источники, что архиепископ Новгородский играл важнейшую дипломатическую роль в взаимоотношениях с Москвой, с Тверью и с народом самого города, принося людям волю князя. Вот так прямо сказано. То есть, князь сделал хитрый, вот как я сказал, ход ко нем. Он использовал архиепископа Давида как свое министерство внутренних дел. То есть, сам князь, князья, новгородцы не любили князей. Они их могли в любой момент взашеи оттуда с шумом. Причем там, интересно, там были даже слободки. Была одна сторона Новгорода, другая. Они восставали даже друг на друга. Типа наших бьют. Зарайские на Машайских и нападали друг на друга. И даже было много случаев, когда митрополиты или какие-то древние монахи выходили перед ними и мирили их, чтобы они не поубивали просто друг друга. Да, 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 в одном городе. И поэтому Афанасий хитро сделал. Он, Давида почитали, он был очень хозяйственный и вечно он восстанавливал город. И к нему привыкли как вот идти за помощью после пожарей всех этих, все он храмы строил. Но главная функция его оказалась, это вот эта дипломатическая функция. И он же, кстати, мирил много раз, аж три раза он мирил. Это 1312, 15, 17 годов, мирил новгородцев с Владимирским князем Михаилом Ярославичем. Он их постоянно примерял. То есть, чтобы не было вот это с Владимирским князем. Бесконечно, бесконечно были оказывается... С Великим князем. С Великим князем. Он же и Тверской князь Михаил Владимирович. Ну, естественно, это же он и есть. И получается, что бесконечно эту вражду он приутешал, чтобы не было опять очередного нападения и очередной войны. Но самая его главная вещь оказалась в том, что он тоже принял сразу же, естественно, сторону митрополита Петра. Он принял сторону московских князей. Естественно, и сам князь Афанасий сам тоже. И, естественно, получается, что новгородцы поддержали Москву в самые трудные годы разорения, когда Тверской князь разбил их в пух и прах. Но новгородцы поддержали. Но это благодаря именно влиянию митрополита Петра, Афанасия и вот этого самого митрополита Петра. Вот это вот недостающее звено, что мы в прошлый раз не коснулись. И маленько, чуть-чуть уточню, он не мирит, там маленько даже интереснее было. Тверичи москвичей били, значит, ставили своих наместников. Михаил Александрович ставил своего наместника, а новгородцы этого наместника выгоняли, сбрасывали в Волхов, по-наглому действовали. И опять у них московский князь Афанасий образуется, понимаете? Вот, то есть силой, нахрапом, вот так вот Москва взяла вверх, несмотря на вот эти военные временные поражения от Твери. Ну и потом обошлось... А вот следующий пришедший архиепископ Моисей уже не ладил с митрополитом так. Уже не было такого... Нет, нет, Петр умер же. Да, уже с феогностом, да, ему не нравилась политика феогноста, там все. Вот тут был такой союз, вот такой, промосковская политика, а уже потом уже ему не нравилось то, что один грек, друг, греки между собой не особо... Не ладит. Ну ладно, мы до этого дойдем. Можно еще? Вот буквально парочку слов, которые, вот эта мысль потом пригодится нам в будущем. Мы поговорили о том, как духовная власть перемещалась в Москву постепенно, и с митрополитом Петром она почти окончательно уже пришла в Москву. Да, можно сказать, окончательно. И пару слов о том, как княжеская московская власть начала оттягивать на себя вот это вот. Мы просто не говорили об этом, но сила князя московского Даниила, младшего сына Александра Невского, это первый князь московский, который вот считается даже вот святым тоже, почитается как святой князь Даниил. И все Даниловичи московские потом пошли. Есть Даниловский монастырь, в котором он и погребен. Да, он первый начал политику объединения земель. И психологически это очень сильно повлияло на вообще русских людей. Вот при таком катастрофическом положении подчинения Орде этот князь начал объединять земли. Не просто там много каких-то несоединений, он там сначала колонну отвоевал, прям отвоевал силой у Рязанского князя. Рязанского князя пленил, и потом его даже Юрий Владимирович, при Юрии Владимировиче его казнили в Москве. Вот почему рязанцы очень долго всякие пакости в Москве потом чинили, между прочим. Кстати, еще мы забыли, еще буквальный момент. Ханы в это время бесконечного этого Тверского князя вызывал к себе наказнику. Это очень долго рассказывал. Тверских казней, князей узбек казнил там 5 или 6 человек. Вызывал, и тот бежал в Литву, потому что понимал, чем ему кончится. Вот его как раз и казнили за отношения с Литвой. А Литва Орде дань не платила. Вот такие вот были вещи. Он подъединил, короче, колонну присоединил Данилу. Естественно, да-да-да. И за Можайск начал воевать, и Юрий Данилович после смерти Данила сразу же закончил вот это вот. И посмотрите, вот по всей длине Москвы-реки, от Смоленского княжества границы до Рязанского, образовалась единая вот такая вот земля. И вот это вот стремление московских князей к объединению психологически очень на русских людей повлияло. В том числе, кстати, и на новгородцев. Мы увидели возможность такую. То есть это бесконечно. Понимаете, что новгородцы жили в постоянном страхе о грабеже Орды. А, и переславь Залезки. Переславь Залезки тоже самое. И переславь Залезки. Потом бесконечные пожары, и вот это все, что там горело. Это очень, в этой эпохе, почему-то 14 век для новгорода, это просто горело бесконечно. Я не могу понять, то ли были такие климатические условия, что было жарко сильно, например, или еще что-нибудь. Но пожаров было столько, сколько не было ни в 13-м, ни в 15-м веке. Вот это время. Борьба была различной. Может быть, это именно поджоги. Да, может быть, это именно поджоги. Может быть, какие-то климатические к этому условия. Да, дальше сарай на сарай, сарай на сарай, сарай на сарай. Один сарай загорелся, все загорелось. Все тут же. Оно же устроились, дома без улиц. Каждый рядышком один к другому. Все это, поэтому, как в городе, в общем. Я думаю, может, кому-то будет это интересно. Давайте продолжим. Да, значит, митрополит Петр умер. Да, значит, митрополит Петр скончался. И в 1328 году был избран на митрополию грек рождением именем Феогност. Этот грек в 1328 году был рукоположен и возведен в Сан-Митрополита патриархом Исаии. И в 1329 году он прибыл в Москву. Он уже тут Киев, он даже и не заезжал. Да, и он сразу же въехал на митрополию. Кстати, на иконах я тоже специально посмотрел. Везде на иконах уже пишется Петр, митрополит московский. Нигде не написано, на иконе написано митрополит московский, не пишется, но митрополит киевский. Писано митрополит московский. Ну, естественно, и все дальше. Феогност, и потом Алексей, и все сразу. Митрополит московский все писалось. Во всех бумагах писалось, в документах писалось митрополит московский. Обратите внимание, вот о митрополите Феогносте практически вот эта вот наша державная историография не упоминает. Сразу Петр, а потом у них сразу идет Алексей. 25 лет этот грек был на митрополии. Да, но это уже... Это, знаете, это вы уже точно очень верно заметили. Это, ну, как бы тоже желание Москвы выпечить своих. Да, хоть даже залкивая в тень хорошего, но все равно грек. Грек, нормальный был человек, да. Но грек, все, значит, в сторонку. И, кстати, это у попов частенько прослеживается. Всегда говорится то, что выгодно. А что не выгодно, оно как бы там где-то затмевается. Это очень не нравится, когда начинаешь такие вещи говорить, сердятся люди. Но на самом деле такое дело есть. Феогносту вообще досталось очень тяжелое, нелегкое время ему досталось. Ему прямо приехало, знаете, с чего он начал? Он прибыл в 1929 году в Сков и вынужден был Александру, князю Тверскому, Александру Михайловичу, анафему произнести. Да, только после этого я... Почему? Потому что в это время хан все требовал его к себе и угрожал всем разорениям. Даже новгородцы в этом страхе постоянном находились. После Тверского восстания Александр Михайлович сбежал в Псков. Вот, да, он сбежал в Псков и сидел в Пскове. И вот он псковичам, принявшим его, что вы такие-сякие приняли Александра туда, и разорение грозит всем. Он нашел такое вот себе церковное действие. Он провозглашает анафему всем псковичам, закрывает храмы и даже самому князю. И князь тогда, оставив Псков, приезжал в Литву. После этого. Убежал в Литву, но он там где-то полтора года был. Потом вернулся опять в Псков. И в конце концов они уговорили его ехать к хану. И хан им там... Нет, в 1938 году хан Узбек простил Александра Михайловича и вызвал на Русь. Тот согласился и вернулся с Литвы. Да, с Литвы или с Пскова я уже, извините, не помню. Ну, с Пскова, с Пскова. Через полтора года он вернулся. А в это время Иван Калита, уже практически забывший за 10 лет про этих тверичей, вдруг увидел такого опять грозного соперника. И он пошел к хану Узбеку с богатыми дарами, со всякими политическими раскладками и убедил его, что Александр Михайлович Тверской предатель и действует в интересах Литвы. И после этого тверских князей Узбек казнил снова Александра Михайловича и его сына Федора. И вот он, ученый, был подвергнут казни. Он полтора года вернулся, он опять возвращался там. Кстати, вот что интересно, что сразу от Псковичей, вот это после всех этих скандалов, бегствовав Псков Александра Михайловича, приехал Посадский, Псковский, который приехал никому к Ивану Калитее и приехал мириться. И они заключили мир после того, когда Александр Михайлович бежал в Литву. Посмотрите, как нарастает авторитет Москвы в эти годы, благодаря новостям министрополитов. Сейчас то ли Сологуб, то ли что-то такое, вот был посад, посадчий, который вот был, будем говорить, там, староста городской, который приехал вот мириться. В Псковске. Да, да, в Псковске мириться. Посадник. Посадник, да. Или Тысячский, или посадник. Кстати, в это же время, тоже вот нужно упомянуть, в это время Псков очень хотел, когда вот мир состоялся, все это состоялось, они очень хотели самостоятельности и просили все время епископа себе, чтобы сделать Псковскую кафедру отдельную. И избрали даже некого Арсения и послали его к митрополиту Феогносту, чтобы он его рукоположил, чтобы он его поставил туда, но получили отказ, но особо шума не стали поднимать и мир с Москвой хранили. Хотя Феогност отказал этому Арсению Хиротуни. Феогност оказался очень сильным политиком. Он с видимой такой легкостью, конечно, доподлинно мы не знаем, но с видимой легкостью он восстановил быстро пределы Киевской митрополии. Он упразднил и Литовскую, и Галецкую митрополии и быстренько прибрал все это дело назад к рукам. Под общую. А, под общую юрисдикцию, да, общую митрополию. Хоть это уже были разные, по сути дела, государства, но все равно считалось Русью, и он это все было под его владением. Хотя потом уже дальше Галецкую епархию восстановили, но при Феогности вот он все взял в руку. Молодец какой. Да, вот такой был очень... Вот такой грех был полезный. Да, вот такой был то, что он сделал полезного для Руси и для вот того именно политического момента. В дальнейшем другая сторона его жизни и другая сторона его дипломатической деятельности – это Орда. Известно два его путешествия, хотя предполагает, что путешествий могло быть и три. Но описанию и такому более-менее, и особенно последнее его путешествие, хорошо доподлинно известно. Почему? Потому что уже был хан Дженебек, который пришел к власти в Орде. И Дженебек не просто... Да, он не просто себе пригласил Феогноста, а имел определенные цели на него. И Дженебек уже был... Узбек еще был немножко под дыханием Чингисхана и старался какие-то, может быть, его давние традиции сохранять, когда уже выводил ислам. А Дженебек уже к Византии относился враждебно. И послы византийские уже были для него не на первом месте. Не авторитет. Не авторитет, да. Ну, пару слов по хронологии, чтобы, ну, если кто-то нас смотрит, хронологически чувствовали связи. Значит, очень легко запоминать, потому что обычно смерть ханов и наших князей как-то совпадала. И даже... Да, 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 да. Поэтому вот в 1340 году умирает Иван Калита. Он фактически был великим князем московским и всея Руси всего 8 лет. С 1232 по 1240 год. За это время он сделал колоссальное количество дел, присоединил еще очень много земель и умиротворил отношения между Русью и Ордой. В это время летописец даже пишет, что впервые было за Тище и за Мирье с татарами. Вот такой вот... И в 1940 году умирает Иван Калита и где-то в это же время умирает Узбек. После небольшой там борьбы между сыновьями этого Узбека приходит его сын Джанибек. Ну, кстати, на Руси некоторые звали его Добрый Царь. Ну, да, вы знаете, дело в том, что... Это, наверное, благодаря политике Феогноста все-таки. Да. Вот... За Мирье было. Расскажу, какое получилось. Извиняюсь, после Ивана Калиты престол московский занял его старший сын Симеон. Симеон Гордый. Да, 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 именно Симеон Гордый. Точно, точно, точно. Вы знаете, я вот чего подумал сейчас и вспомнил сейчас. Дело в том, что Феогноста очень трудно далось знакомство с Джанибеком. Для Феогноста это было, наверное, пожалуй, самое его тяжкое житейское испытание. Джанибек испытывал очень сильные финансовые трудности после неудавшихся проектов Узбека. И сыну досталось вот это наследие. Узбек, пытавшийся реформировать империю Чингисхана, наделал много очень таких тяжелых просчетов. И Джанибеку досталось большие финансовые проблемы, трудности финансовые. И добрые люди, конечно, ну как же, добрый совет же надо всегда дать. Кто-то шепнул Джанибеку на ушко, что Феогност собирает с попов огромные деньги. И такую назвали сумму, что... Джанибек поначалу не прислушивался к этому. Но сумма росла. И в какой-то момент назвали такую сумму, что жаба победила, что жадность взыграла. И Джанибек в 1342 году правдами неправ, вынуждает Феогноста в 13-й, 2-й, 3-й, 3-й раз приехать. И тот приезжал еще при Узбеке, а тут уже Джанибеку приезжает. Приехать к нему в Орду. Сразу, начав такую атаку на митрополита, он был принят крайне тяжко и холодно. И начались его истязания. То его не кормили по несколько дней. То его закрывали в какой-то юрте и ночью выли волки вокруг. То подвергали его каким-то там холодно. Началась холодная пора, не давали теплую одежду. В общем, нельзя сказать, чтобы выбили зубы и выковырили глаза. Но начали истязать его. Возможно, даже били. И хам требовал от него дани со всего духовенства. Но греки хитрый народ. И Феогност не дал денег самому Джанибеку. Но он за это время своих истязаний уже там поприжился, он долго там был, подкупил всех, кто были вокруг Джанибека. Его братья, какие-то сестры, сватья, дальние близкие родственники. Даже ханша получила от него деньгу. А у него было с собой 600 рублей. Вот насколько грек тоже все записывалось. А 600, я не знаю, 600 рублей, это, наверное, можно было полки его купить, если не весь на эти деньги. Потому что 600 рублей, это было что-то такое, это же золотом все. Это не бумажный там ассигнат. Или серебром, да. Рубль это что-то другое. Да, 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 да. Что это, как. И все, получив эту взятку, приняли сторону Феогноста. И потихоньку изгонимого, битого и унижаемого он превращается в любимого, прекрасного влияния, которого уже сажают за ханский стол, почуют на перрах и в конце концов восстанавливают все ярлыки и грамоты, которые были даны при митрополите Петре. И Феогнос торжественно, да, еще при Кирилле и прочее, прочее. И Феогнос, получая вот эти все такие многочисленные ярлыки, льготы, возвращаются назад в Москву, еще больше, утверждая власть московского князя. Воспитал Джанибега. Да, да, да. А Джанибег был молодой, кстати, был молод, и он вынужден был прислушиваться ко всем вот этим мамкам, ханшам, своим визирям всяким, а они все, получив вот такие слитки серебра Феогносту благоволили и очень встречали его с объятиями как великого человека. Но он раздал все, что у него, они вытащили с него все, что у него было, но и проводили его достойно, проводили счастье. Попала взятка в цель. После этого Феогност занялся, уже возраст такой был уже зрелый, он занялся, он начал писать грамоты и послания. Известно несколько его грамот, духовенству, послания о благочестивой жизни, об искоренении языческих традиций. В общем, ничего такого нового, богословского он не принес, какие-нибудь богословские труды, нет, это в основном чисто житейские бытовые дела, но с хорошими духовными намерениями, намерениями. И вдобавок в это время многочисленное храмостроительство в Москве, поскольку все калита мошна, богословские Кремль начали строить. Деньги, Каменный Кремль, Патриаршие всякие палаты, каменные здания в Москве, еще не те, которые сейчас, а еще предыдущие до тех, которые сейчас существуют, палаты белокаменные, восстанавливалась, строилась, это было у него такое вот, но... И Кремль тоже не тот. Да, и Кремль, конечно, не тот, что сейчас. Там, может быть, там, по-моему, какое-то одно здание только осталось с 14 века. Не знаю, возможно. И, значит, но в самом таком, на самом пике, на самом таком вот большом таком вот уже в таком подъеме, на самом таком торжестве вот московских князей в единстве с духовной властью происходит несколько очень таких серьезных резких событий. Во-первых, явился какой-то монах, феогност или фефилакт, не помню, но тоже имя похоже на феогноста, и явился он к константинопольскому патриарху с печатями князежескими, заявляя, что феогност помер, и его прислали на это чтобы его возвели на митрополит и сам, да. Причем видно тоже с взятками и с деньгами, потому что его везде принимали. И, да, но какое-то началось расследование и были сомнения по поводу того, что умер феогност, и ему отказали. Но парень был не промах. В это время были жесткие споры, это 1351 год, жесткие споры между исихастами и противниками, между Григорием поломой и патриархом Калистом, противниками этого учения. Что заключается? Да, сихаста, да. Это учение говорит о том, что можно общаться с Богом, то есть, что ученики на фаворе видели нетварный божественный свет, то есть, к самому божеству, можно сказать, прикоснулись. И вот эта божественная энергия вообще не позволяет даже тварному человеку в таком духовном просвещении достигать возможности общения с Богом. Как вот Моисей, например, видел там неопалимую купину, которая горела, не сгорала, тоже божественный такой свет, как Христос преобразился на фаворе перед учениками своими. И этому было много противников и много сторонников, потому что с одной стороны, как бы немножко унижалось величие Божье, потому что никто же не видел Бога, нигде же, никогда же. А с другой стороны, возвеличивался человек, потому что все-таки ему получалась возможность общаться к Богу, не через каких-то посредников, а прямо увидеть нетварное божественное сияние. И вот эти все заварушки возымели такой вес, такое было, что доходило до смертоубийств, отравлений. Но самое главное, что мне очень серьезно нужно упомянуть, это, знаете, чтобы не задирали попы и архиереи носы. Они любят всегда духом святым это все. Суть какова? Патриарх, бывший против Исихазма, проклял, подверг анафеме, отлучению Исана, приговору смертного, как Иоанну Златоустому, всех там, кто был против него. Но сменился император, который поддерживал, стал поддерживать Исихаста. И уже пришли к власти вот эти проклятые, они не умерли что-то от этих проклятых, и уже начали этих выгонять и проклинать своих несогласных с ними предшественников. Вопрос в том, с кем же был Бог-то? С первыми или с последними? Или он сначала не разобрался, а потом передумал? Или было это благодатно и неблагодатно? Это все говорит о том, что это дела человеческие. Бог всегда милостив и Бог всегда любовь. А вот люди могут устроить все, что угодно. И если хоть сегодня тебя проклинают, это не гарантия, что завтра тебя не будут благословлять, как было со святителем Иоанном Златоустом. И вот воспользуясь этой всей заварушкой, он не побежал куда-то дальше, а он раз и к патриарху Тырновскому, к патриарху Болгарскому поехал. Уже в то время был Болгарский патриарх, уже был раньше, чем Руссия. То есть это Срединопольская он побежал в Новгородскую? и говорит, Боже, великий святитель православный, греки с ума посходили все, патриарх проклял этих, а они прокляли патриарха, и все прокляты, и все лишены Исана, и все с ума посходили, и все служат, и все это самое, а я-то меня прислали из Киева, как же святой Киевград будет из метрополита? Тут все передрались, а я-то должен там пасти паству, да спасать людей, и вот воспользоваться этой всей заварушкой, против канонов, не было этих, патриарх Волгарский даже против канонов, то есть, ну не по канонам, рукоположили его митрополиты, и он поехал туда, а там еще Феогност живой, и вот эта заварушка была, его где-то ловили там, в общем, была такая целая война по этому поводу, да, и уже почувствовав, что, чтобы этого не было, Феогност заранее избрал будущего митрополита Алексея, и подготавливал, и предупредил Константинопольского патриарха, чтобы во избежание вот этих подлогов и аферистов, которые могли приезжать, что вот он своего человека заранее его, подготавливал. Очень интересно. И вот в этот момент как раз буквально привезли из Орды большое количество скота, лошади и козы какие-то, ну в общем, перегонали, да, а в Москву. Да, то есть обозом пришло, не только в чем привезли, но само ногами пришло, везти не было железных дорог. И они принесли с блохами чуму оттуда, с Волги. И началась в Москве жесткая-жесткая чума, прямо страшная началась. Она и в Европе в то время свирепствовала и все, но это почему-то вот с обозом скота из Орды пришла вот это по Волге, может плыла на баркасах там на каких, но попала в Москву. И вот на самом пике такого своего могущества и московского княжества процветания фиагност от чумы умирает. Причем умирает тяжко, в муках. Ну чума, да, бубонная чума, тем более, она очень тысяча, 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 да, и главное, как Сталин, 11 марта, то есть в начале марта месяца от чумы умирает. Ну а дальнейшее что? Он был похоронен в Успенском соборе, в 1471 году вскрыли гробницу, ремонт был там, и были обречены его нетленные мощи, но, видимо, только частица какая-то, потому что если бы были мощи больше, то их бы поставили в раку и было бы где-то ну или еще другой может сыграл фактор, что не хотели особо грека, хотели русских, чтобы был метрополь, конкуренции, чтобы не было, и поэтому Феогност не стали из-под спуда, да, чтобы был достойный человек, и много сделал для московского княжества и для Руси, его не стали из-под спуда, мощи оставили под спудом, вот две причины, либо плохо сохранились мощи, только частицы какие-то остались, либо второй момент, скорее всего, не хотели ложить рядышком митрополит Петр, там все вот эту конкуренцию создавать, и поэтому оставили под спудом мощи митрополита Феогноста, ну а уже в следующий раз мы с вами обсудим вот этого ставленника, о которой уже известен будущим митрополит Алексей, это целая эпоха, обсудим обязательно отдельно, можно я немножко скажу, значит, вместе с Феогностом умирает вся княжеская семья, и князь Симеон Гордый, его жена, его два сына, то есть полностью выкосило всю княжескую семью, до 90%, по подсчетам ученых, до 90%, 1353 год, страшная, страшная эпидемия Чумы, это и причем она как-то так была первая вроде волна слабая затухала, потом вторая более сильная, и все действительно помирались. Да, и обращаю внимание, что вот это правление Феогностом, а духовенство, как вы еще понимаете, духовенство же от пивания, никто же не знал, что блохи разносят чуму, мясо там все поумирали, а блохи разносят с кошки, с собаки, вот он где-то был, где трупы, блоха прыгнула, укусила, вот тебе чума, и очень духовенство практически все московское вымерло, так же, как и друзья все помирали. согласен. Ну, и что я хочу обратить еще внимание, просто, что, если может кто-то не заметил, посмотрите, правление Феогностом пришлось направление Ивана Калиты полностью и направление Симеона Гордова. А здесь Узбек и Дженебек. Узбек и Дженебек, смотрите, какой мощный период, и этого человека почему-то вот так вот замылили, значит, ну, я говорю, причина. Причина понятна, да? Он попадает между двух таких вот столпов российской государственности, митрополит Петр и митрополит Алексей. И он между ними, да, не русский, грецкий, да, и он как бы якобы ничего не сделал. Хотя, если бы не он, то Алексей бы не был митрополит. Посмотрите, какой мощный период становления вот этого московского государства. Ну, еще несколько слов об осихастах просто не могу не сказать, потому что историки на этой проблеме делают акцент. Вы очень хорошо объяснили духовное происхождение, это интересно, а историки обращают внимание, как это потом все расползалось. Раз их вот так погнали из Константинополя, они начали распространяться через монашество. Они, знаете как, они были на Афоне и там жили себе никто и не знал. И через монашество пошло. да, да, конечно, с Афона. Именно с Афона. Именно с Афона через монашество. И вот эта вот идеология, она проникла во все, во все щели Руси и так далее. Но историки обращают внимание, это был, как бы, если бы объяснять вот таким современным языком, это были предшественники наших вот этих экуменистов и космополитов, понимаете? То есть, их учение, оно приходило к тому, что христианство безнационально. и поэтому государственники национального толка, такие, как потом Алексей, потом, как Сергей Радонежский, они к этому очень, они понимали эти вещи. Хотя, даже Сергей Радонежский подозревает, что вначале тоже был заражен этой ерундой, но потом они взяли за национальное, понимаете? Вот это вот очень важный момент, потому что Исихазм, он как бы явился основой порождения вот таких вот западнических установок, в том числе и будущих уний. Может, возможно и так, но дело в том, что я скажу еще один маленький такой, знаете, здесь проблема в том, что на все нельзя дать ответы, на все вопросы невозможно. Они тянули к соединению с папским престолом. Нет такой религии, нет такой религии. Я не думаю, что они думали о папстве. Это историки говорят. Я думаю, знаете, это, наверное, было одним из факторов просто. То есть, они прошли через Данилет, их последователи прошли. Потому что папа это придумал, это никакой, это родилось на Афоне. До Флорентийской религии, до последующих. Ну да, это уже потом, до последующих. Но сама идея, сама идея, само состояние, состояние, духовное одно, а вот последовательное отношение, политическое. И еще буквально несколько слов в заключении, как научились бороться с чумой. начали заводить, почему, вот, например, обратите внимание, древние такие, 14-13, 14-15 век картины, где изображены всякие зажиточные, богатые матроны, и у них на руках то кошечка, то ласка, то горностай, то хорек. Дело в том, что эти животные, да, они очень хорошо ловят блох. И на собственной одежде, и на своих хозяйках. То есть, особой гигиены тогда не было, и мыться было трудно, все это дело было в Европе особо не в части. Мусор прямо на улице кидали, и вот поэтому заводили подарок. Это был очень шикарный подарок, подарить ручного, например, какого-нибудь горностая, который избавлял своего хозяина от бесконечных клопов и бесконечных влог. Поэтому вот такая была, европейцы придумали такой вот хитрый шут. Нет, конечно. Шелка носили для этого, потому что на шелке они подскальзываются. Еще раз всех с рождественским постом, ну и с наилучшими пожеланиями. Спасибо. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok